Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сегодня на гостях профессор, доктор медицины, руководитель Латвийского центра инфектологии Байба Розентала. Добрый день. Добрый день. Да, ну, тема, которая действительно стала такой мировой новостью уже на протяжении нескольких месяцев, ну, фактически с конца прошлого года, это коронавирус, который начался с одной из провинций Китая, в Ухане в частности, да, и перекинулся, может быть, и на остальную часть Китая уже в целом ряде европейских стран. Есть случаи заражения коронавирусом, вот сейчас мы это и обсудим. Может быть, несколько слов, не вдаваясь, наверное, совсем такие тонкие детали для профессионалов. Что же такое коронавирус из себя представляет? Кто-то пытается проводить параллели с гриппом. Что это такое? Коронавирусы, вообще вирусы, которые вызывают воспаление верхних дыхательных путей. Это вирусы ОРЗ, простудные в народе называемые. И если с осени начинается проявление ОРЗ, и мы с 40-й недели ежегодно определяем, какие же вирусы у тех пациентов, которые обращаются к семейным врачам, попадаются, может быть, с пневмонимой или тяжёлыми ОРЗ в стационар, то там оказывается и вирус парагриппа, и вирус аденовируса, и риновируса, и метабнеумовирус, боковирус, и разные коронавирусы. Это так называемые сезональные коронавирусы. Они уже давно известны, но, естественно, в параллели с гриппом в таком мире не как с болезнью, а как с вирусом можно проводить. Потому что вирус гриппа очень изменчив, и как бы красиво этот коронавирус, да, имеет корону вокруг. А что это корона? Это липопротеито. Это фактически белковая структура, где определённые ряды аминокислота. И очень легко как бы сделаться неправильным вирусом. Свои вирусы у животных, надо сказать, что не только, как говорят там, у разных млекопитающих. О змеях там ещё дискутируют, есть или нет. Но, то есть, животные, в том числе и птицы, имеют свои коронавирусы. И когда они мутируют и переступают порог родовой, то есть, с животного к человеку, значит, появился новый мутант человека. И это уже известно. 2002-2003 год SARS, тяжёлый острый респираторный синдром, который вызывал коронавирус, назвали тогда КО-1, да, это SARS-Co-1. А потом был МЕРС, средневосточный респираторный вирус. Там просто КО поставили. Поэтому сейчас у нас, значит, коронавирус-2, который вызывает симптомы ОРЗ. Это фактически мутант. И я ещё хочу сказать, что так как последний вирус, который дал пандемию, вирус гриппа, был в 2009-2010 году, тогда, в тот год, это был пандемический грипп, а в последующем, ведь этот по типу вируса гриппа всегда циркулирует. Его включили в состав вакцины, и он уже стал сезональным. И, может быть, не в следующем году, а через год, это будет обычный сезональный коронавирус. Вот тогда такой вопрос, который я хотела задать. Много разных, конечно, слухов, домыслов по поводу вот этого коронавируса китайского. Почему всё-таки по-прежнему, как мы понимаем, растёт очень быстро число заболевших именно вот в этой провинции Ухань? Многие считают, что, значит, по-прежнему животные то ли способствуют распространению этого вируса, кроме передачи человека к человеку. Но этот вирус, который сейчас как мутант, это уже человеческий вирус, и поэтому он передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Воздушно-капельный путь – самый активный механизм передачи. И поэтому мы никак не можем повлиять, если нет вакцины. Нет, конечно, можем, и есть неспецифические меры профилактики. И надо сказать, что всё, что сделали вот с этим жёстким карантином, с изоляцией в Китае, они молодцы, конечно. И чтобы не распространилось и в Европе, и в других странах, карантин из самых эффективных, изоляция фактически. То есть, в принципе, Китай действует правильно. Совершенно правильно. И надо сказать, что по отношению к всемирному сообществу и научных работников, вирусологов, и медиков, они очень коллегиально поступили, потому что ведь уровень диагностики, уровень выявления, несмотря на, может быть, ну, мы знаем, что доктор, который заметил, что что-то новое появилось, которое резко увеличивается в заболеваемости, то есть, вот этот ОРЗ ещё не знал, что это новый коронавирус, и, к сожалению, он погиб. Но это мы одну сторону знаем. Мы не знаем несопутствующие заболевания. Тем не менее, это, конечно, очень грустный случай, но это не единственный случай, когда заражаются медики. Почему? Потому что люди, которые болеют тяжело, попадают в стационар, они выделяют очень много вируса. И вернёмся к воздушно-капельному пути и тому, что в Китае выделили вирусы, произвели диагностические системы и поделились вирусом с другими странами и ВОЗом, который дальше заказал диагностические системы. Теперь самое главное – ранее выявление возможного случая, поэтому ВОЗ даёт определение, что это значит, когда вообще надо обследовать, потому что и второе – есть лабораторные возможности диагностировать или нет. Сразу отвечу. В Латвии существует национальная референтная лаборатория с отделом вирусологии. У нас есть диагностика, мы и в течение 4-6 часов, мы можем, взяв специально, скажем, обследование из зема и носоглотки, в этом материале исследовать, есть или нет. Я боюсь сказать точно, потому что сейчас в лабораторию не позвонила, но где-то у нас порядка 15 обследований уже было. Но надо сказать, что во всех случаях мы ставим и на новый коронавирус. То есть мы можем выявить новый коронавирус? А, конечно. И все на новый, все были отрицательные, как мы знаем, и нет ни в одной из балтийских стран коронавируса. Но мы выявляли. Когда-то там у кого-то было метапневмовирус, были эндровирусы, были респираторно-сенситиальные из детской больницы присылали. Но хорошая весть та, что дети, помимо вот этого новорожденного, который как бы заразился от мамы в Китае и погиб, вообще дети как бы не болеют. Ну, сказать стопроцентно мы не можем, но это замечено в общем. Еще один такой стереотип, наверное, может быть, вы как-то развеете этот миф, может быть, для успокоения это распространяется, что главным образом в группе риска именно представители азиатских народов, ну, имеется в виду Китай. По-моему, вирус все-таки так не выбирает. Нет, совершенно не выбирает, потому что у вируса, вот опять-таки мы говорим, это коронка, да? Да, липидная. Это те рецепторы, которые присоединяются к эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей, потому что вирус размножается только внутри живой клетки. И такие рецепторы у всех. И поэтому это… Почему в Китае? Потому что там, во-первых, вот эта тесная связь, возможно, действительно были с животного происхождения, это одно, но там же, насколько я почитала, Ухань не третий по величине города по количеству проживающих, от 10 до 12 миллионов, но это не особенно большой город. То есть там… Для Китая не особенно большой. Да, нет, но на квадратный метр… Флотность населения. Флотность очень большая. И поэтому там, конечно, будет распространяться. Не там, где в общей сложности, скажем, не знаю, 1,9 или 2 миллиона. Да. Есть ли объяснение, почему не могут так быстро найти какое-то специфическое лечение? Кто-то даже из врачей Гонконга говорил о том, что они применяли и даже тамифлю пытались, и даже был неплохой результат. Ну, правда, непонятно, это тамифлю или, так сказать, просто сам организм каким-то образом поборолся. Надо сказать, что ослотомивир, препарат, который при гриппе используется, ведь вирусы вообще отличаются между собой, и такого фермента нет. И поэтому, ну, это ингибитор нейроминидаз, это, ну, очень так специфично, но, по крайней мере, составной части вируса гриппа. Такой компоненты у коронавируса нет, поэтому тамифлю, как вы сказали, или ослотомивир, вряд ли подействовало. Но хорошая весть ведь та, что большинство или являются носителями вируса, то есть это как бы отрицается, говорят, ну, лёгкие формы. Ну, что это значит? Человек заразился, но у него нет клинических проявлений. Его обследовали только потому, что… Или совсем слабый, ну, насморк, может быть, да. Может быть, насморк, или очень слабый, или там, может быть, средне-тяжёлый, но превалируют лёгкие, средне-тяжёлые или только носительство. А это выявляется, когда человек был в контакте с подтверждённым случаем коронавирусной инфекции с больным. И тогда его обследуют. Потому что по возу вообще, во-первых, чтобы человека обследовать на коронавирус, значит, должно быть или насморк, или кашель, или боли в горле, или всё вместе, может быть, повышенная температура, плюс эпидемиологический анамнез. Первое. Не менее как… То есть не больше, как 14 дней, как вернулся из Китая, из любого места в Китае. Поначалу была дефиниция только Ухань, а сейчас любое место Китая. Или был в контакте с больным с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Или был в стационаре, то есть в больнице лечатся подтверждённые случаи коронавирусной инфекции, лабораторно подтверждённой. То есть должен исполниться один из вот этих анамнеза моего упомянутого и быть клинические симптомы только тогда. И не более как 14 дней, потому что инкубационный период двое до 14 дней. В принципе, это уже удалось установить. Да, это установлено. И если, например, кто-то через месяц после возвращения из Китая заболевает, ну это какой-то ОРЗ. И мы это подтверждаем вирусологической находкой обычными сезональными вирусами. А, кстати, ещё и эпидемия гриппа ведь не кончилась. То есть в этом году очень странная. Началась уже в ноябре месяце, в начале, во второй неделе декабря уже сказали, что эпидемия, эпидемиологи. Но начался с Б-гриппом. А Б-грипп обычно очень вяло протекает. А сейчас начинается А-грипп. И правда, нельзя сказать, что высокой заболеваемости, скажем так, на 100 тысяч населения, чтобы вообще сказать, что эпидемия, за неделю должны быть 100 больных на 100 тысяч населения. Сейчас у нас самое высокое, это в Якопилсе, кажется, 347 было, да, но это не столь принципиально, чуть больше, чем 300. Но при таких, ну, средних эпидемиях гриппа, где-то максимуме даже 2 тысячи за неделю на 100 тысяч бывает, потом падает на тысячу, до 800. Это вообще такая вялость, но, тем не менее, она не кончилась. И вирус гриппа циркулирует. Ну, может быть, это связано с погодой каким-то образом? У нас тоже такая аномальная зима. А, вот это может быть и так. Но, с другой стороны, надо сказать, что это хорошая весть, потому что вирусам нравится холодная погода. Ещё нравится, что меняется резко погода, да. Отепель идёт, потом опять морозы. Перепады температуры. Перепады температуры ослабляют организм. Но то, что уже у нас на дворе сейчас весна, фактически, это хорошо, потому что вирусы сезональные, а ОРЗ-вирусы – это осенне-зимние вирусы. Вот дети пошли в сентябрь в школу, и уже в половине сентября начались симптомы ОРЗ, и также в офисах, и везде, потому что вас ждут накапельные инфекции. И поэтому вообще даже в Китае, если мы видим по сравнению, сколько ежедневно сообщалось, то случаи уменьшаются. Кстати, да, есть определённая стабилизация. Ну и, конечно, это уникальная, я думаю, ситуация для многих стран за неделю построить больницу. Это только, конечно… Две больницы. Одна на 1500 коек, да. У них есть контейнер типа, я читала, и вторая на 1000, да. То есть это даёт какое-то такое, может быть, ощущение стабильности, там же перекинули медиков туда. То есть это имеет и психологическое значение, да. Обязательно, обязательно. И ещё и изоляция. Изоляция на 14 дней того, кто был в контакте. В принципе, Китай очень сильно шагнул, да, с точки зрения развития медицины. Обязательно, да, очень сильно. Надо сказать, что ещё всё-таки это ВОЗ подчёркивает, это что они, ну, когда уже сообщили, то они действительно и самим вирусом, потому что без вируса нельзя диагностические тест-систему сделать, да. Они вот этим как бы поделились, сейчас они дают информацию тоже. То есть, ну, самое главное, вот это сотрудничество в научной и практической сфере. И они продемонстрировали, как в таких условиях всё-таки они ведут себя очень сознательно. Посмотрите, улицы, где 12 миллионов или 10 живут, почти пустые. Потому что приказано сидеть по домам. Ну да, а разве люди выполняют это? Нет. А тут они подумали, и вот теперь я о масках скажу. Почему? Да, о масках. Потому что я знаю, что люди покупают, раскупают маски, обычные хирургические маски. Вот эту маску, даже по рекомендации, я говорю официальные рекомендации ВОЗа, Европейского центра по контролю за инфекционными болезнями, вот хирургическую маску надевают на того пациента, который кашляет, чихает, у кого насморка, вот у того, у кого симптомы. Чтобы как бы микробы, ну, они, конечно, всё равно вылезают чуточку, но остаются при нём на этом момент, пока там медик одевается. Если медик вообще надевает маску, то это должна быть маска как минимум с фильтрами. F3 она называется, но это неважно, это значит... Это значит, это не имеет никакого смысла. Не имеет никакого смысла. Вот это та разница, которая в этих масках. Поэтому если кто-то сейчас здоровый раскупает маски, я понимаю, в Китае их не хватает. А если вообще разглядеть интернет, вы видите, что там есть люди, которые ходят в масках с респираторами, да, ну, там в противогазе, конечно, не надо, да, но если можно вытерпеть, естественно, что это будет тотальная изоляция, но это если... Границы Китая ведь закрыты, туда не выезжают. Кстати, в Бриджейской думе в социальном комитете на прошлой неделе в четверг мы смотрели вопрос о готовности города, потому что по правилам гражданской обороны ведь сказано, что самоуправление отвечает на разных кризисных ситуаций. Это как глава комитета обсуждали. Да, и были с международного аэропорта Рига, и они докладывали, и они действительно все знают. То есть такой очень, я хочу сказать и поблагодарить, да, мужчина такой толковый, и все рассказал, и все знал, и как они поступают. Были с нашей международного аэропорта, то есть не аэропорта, а автобусные, да, автостанции, да, тоже докладывали, где они изолируют. У них уже давно, когда боролись, то есть думали о Эболе, ну кто-то на автобусе с Эболом при... Ну вообще, если серьезно, то Эбол это совсем другое, там 60% смертности, там все возможные механизмы передачи, это вирус, но есть опять-таки за эти годы против Эбола одна из американских компаний сделала вакцину. Конечно, в Латвии нет этой вакцины, но если мы затребуем для каких-то, скажем, путешественников, которые хотят ездить именно в Конго, демократическую республику, где очаг Эбол вирусной инфекции, то мы сможем использовать вакцину. А отвечая, работает ли над вакциной, я на данный этап официальную информацию читала, что 5 стран, то есть в Китае, в США, в Германии, в Франции и Австралии. Возможно, что к этому моменту уже и другие страны начали работать, но понадобится ли эта вакцина, очень трудно сказать. Это с одной стороны. А с другой стороны, я скажу, где только опасения и почему над этим работают. Потому что бывает, что этот мутант, он становится переходя из организма в организм более патогенным или более злым, так скажем, образно. Может, есть ещё версия, что он ослабевает, переходя от человека постепенно, нет? Нет. Он не ослабляет, он становится сильнее или остаётся таким же. Но вот мы не знаем, как он поведёт себя и поэтому работает над этой вакциной. Но вакцину раньше как... Ну, если очень-очень... Ну, раньше, чем в конце года вряд ли, да? Год уходит. Потому что, первое, она должна быть безопасна. Всё, любой препарат проверяется на безопасность и, второе, на эффективность. Зачем вообще давать, если он опасен и неэффективен? Там ещё должны животных проверять целый этап. Конечно, потому что это не так, чтобы сразу так... Байба Розен, у нас в студии профессор и руководители Центра инфектологии и председатели, кстати, Комитета Рижской Думы по социальным вопросам от партии ЧС Ужит-Риги. Привёмся буквально пару минут на рекламу. Я вижу звонки. После перерыва будем их принимать. Микс Ньюс. Да, продолжаем. Работа в прямом эфире. С госпожей Байбой Розенталом мы говорим, с профессором, с доктором медицины, руководителем Центра инфектологии. Говорим, конечно, о коронавирусе и не только. Вот я помню, что, по-моему, две недели тому назад время очень быстро бежит. Вы даже проводили такую небольшую пресс-конференцию, показывали журналистам помещения, эти боксы, изоляционные центры инфектологии. То есть, может сказать, что Латвия всё-таки готова, если будет вдруг такая проблема с коронавирусом? Можно сказать, что да. По возрастским критериям готова, потому что, первое, мы можем диагностировать в течение 4-6 часов, есть или нет новый коронавирус. И второй момент, мы можем изолировать и человека без симптомов, который был в контакте и приехал вдруг из Китая или в контакте где-то, может быть, и в Европе было с пациентом, у которого подтверждённое. Но хотя это очень единичные случаи, да, в Европе. И второе, что я хочу сказать, что в министерстве, потом уже вот этот совет по управлению кризисными ситуациями, которым руководит премьер-министр, собирался на заседание, где рассматривались готовности всех служб. Потому что там ведь не только медики вовлечены, но всё равно вся ответственность, основная после заседания, я читала протокол, возложенный на министра здравоохранения. И, конечно, она даёт отчёт и премьеру, и регулярно смотрит, какая готовность, то есть университетские больницы работают в режиме готовности. Неотложная помощь, центр по катастрофной медицине, это все работают в готовности. Но, конечно, надо, может быть, это вообще, я считаю, что это очень хорошая тренировка с, ну, у нас, к счастью, вообще без потерь. Но даже если считать в общей сложности для Китая, хотя я как врач считаю, что каждая жизнь для кого ведь единственная, и родственники и так далее, но, тем не менее, при такой большой эпидемии, где обовлечены более, я не знаю, 76 тысяч, может быть, на сегодняшний день, такая смертельность, которая процентуально 2-2,5%, это фактически очень хорошая проверка вообще на готовность разных служб и медицинской службы в том числе. Мы можем сказать, что да, но мы видим и те точки, ну, первое, это, конечно, если лечить больных, то должны быть средства индивидуальной защиты медиков. У нас на данном этапе они есть, но их же не хватает во всей Европе, и поэтому поставили вопрос о необходимости усилить те резервы, которые в государственных резервах. Есть ведь вещи, которые долго не портятся, вот те же респираторы, там, ахомензоны, да, то есть много средств, которые имеют определенный срок года, но и, тем не менее, даже министр, приезжая в Центре архитологии, она сказала, очень правильно и толково, что как, если мы будем оснащать пожарную неотложную службу только когда горит, тогда там уже все бы сгорело, поэтому мы должны обеспечивать, конечно, и готовность к инфекционным, но такие они есть. Вот с самого начала в наших эфирах сказали очень важную вещь по поводу вот того, что было SARS тоже вспышка, но мы помним, что как это резко началось, так вроде резко и закончилось. Совершенно верно. Может ли быть что-то подобное с этим коронавирусом, когда постепенно вот эта эпидемия будет снижаться, 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 ну, не могу сказать, что такая проблема уйдет, но, по крайней мере, уже порог эпидемический будет закончен. Можно сказать, потому что в Китае, где, ну, в основной масса, ведь в Китае, там ежедневно новые случаи инфицированности уже снижаются. Но при этом, почему было неделю тому назад такой очень резкий рост? Потому что они изменили, как бы, правила диагностики, то есть не все случаи подтверждаются лабораторно. Это как у нас при гриппе. Первые случаи или тяжелые в стационаре обязательно подтверждаются лабораторно, что это именно грипп, а в этом случае, что это коронавирус новый. А остальные – это клиника эпидемиологические. И поэтому, может быть, там и не все коронавирусы, но большинство, очевидно, и дали разрешение ставить диагноз в Китае клиника эпидемиологической. Поэтому был один такой момент, когда возросло, потому что определение изменилось, когда можно ставить диагноз. Да, когда есть эпидемия. Не могу вас не спросить, поскольку вы изглавляете очень важный комитет Рижской думы, и пока еще Рижская дума вот эти дни еще последние, наверное, дорабатывает. Вот, может быть, несколько слов о приоритетах, что удалось сделать вам? Я считаю, что самое лучшее, что сделали, это проект бюджета на 2020 год. В принципе, он уже готов. Он совершенно готов, но мне очень жалко, что его не приняли, потому что в отношении социальной сферы, ну, я такие только маленькие штрихи, там, конечно, очень многое, что в образовательной, и в этих ремонтах, и в… Да, ну, что касается вашей сферы. Я про свое. Вы знаете, во-первых, это пособие одноразовое в связи с рождением ребенка. На 100 евро у нас было 150, сейчас было бы, если бы приняли бюджет, уже 2 февраля 250. Очень много говорили, а это была ложная информация, что какие-то льготы будут уменьшаться. Ничего подобного. В школах остается до 12 класса включительно питание. Все льготы на транспорт остаются, все пособия, которые были социальные малоимущим, и те, которые уже под уровень как бы совсем труцы и гасперсонес идут. То есть и то, что в бюджете учитывается увеличение зарплат нянечкам, которые ухаживают за пожилыми людьми, которые в основном в пансионатах. Я уже по-старому, там, конечно, по-новому эти учреждения называются по-другому, но воспринимается легче, если говорить так более понятным языком. Ну и вот, например, эти нянечки сейчас не получат зарплату, какая предусмотрена в проекте, потому что не принят закон. То же самое о медиках. Ведь медики, которые работают в школах, в медпунктах, там, медсестры, и также которые работают в детских садах, они же не идут под ведомство Министерства здоровья, а они под образование Министерства образования и науки. Там очень маленькие зарплаты. И там очень маленькие зарплаты. И вот сейчас самоуправление нашло деньги, чтобы увеличить. Опять-таки, они не получают. Но ещё я хочу о этих малоимущих, которые ходили в супные кухни получать, потом по удостоверению малоимущиха пункты раздачи, так мы вообще предусмотрели ещё увеличение этих пунктов раздачи качественной, тёплой еды. Там, ну, я поручила даже делать такую инвентаризацию. И были на местах, и департамент работал. Я очень благодарна им за это. Действительно, безотказно. И, то есть, там, конечно, надо было выделить деньги. И удалось добиться этого. И были бы у нас новые и в Балдарае, и в Эсмеугрависе, и ещё доставка на дом питания. Вот это всё сейчас остановилось, потому что бюджет не принят. И я считаю, что это фактически очень несознательная поступка депутатов. Потому что, когда идут на выборы, все говорят, мы в интересах рижана, избирателей и так далее. А тут всё было в интересах рижана. А почему же не утвердили? Ну, и, конечно, я вообще вот сейчас как председатель, обязательные ведь приёмы, и люди всё-таки, ну, они такие же были и у депутата. Но на депутата, может быть, обычно меньше полагается. А думает председатель, и он что-то там больше может повлиять. И вы знаете, я действительно очень многое чего от людей узнала. И ещё руководителя, у нас есть такой консультативный комитет с инвалидными организациями. Один раз в три месяца мы собираемся. И там ведь относительно здоровый человек. Конечно, с возрастом у каждого что-то там. Но всё равно есть инвалиды по зрению, по слуху, по опорно-двигательному. И вот эти люди представляют организации, и они по мелочам как бы вообще наша жизнь состоит из мелочей. И у меня было такое, ну, как бы ощущение, что мы что-то сделали, когда нам указывали. Вот надо то, что в там центральном рынке не могут в новом гастро-павильоне там купить, потому что очень низко, если в этой инвалидной коляске. Ну, это один только пример. Не знаю, лифт какой-то не ходил, и не было подъёмника. И вот такие как бы по мелочам, может быть, но всё-таки удалось актуализировать. И не то, что актуализировать, а реализовать, сделать, чтобы человеку было легче жить. Я почему спрашиваю? Потому что сейчас это такое стало уже общим местом, особенно поскольку впереди внеочередные выборы в Рижскую думу. И оппозиция пытается представить, ну, наверное, понимая, что не все люди внимательно следят за тем, что происходит в городе, что вообще ничего не делалось, что всё ужасно, Рига развалена, разрушена и так далее. Нет, Рига не развалена и не разрушена, потому что мы можем посмотреть эти большие проекты, которые на долгое время у нас останутся регионально. Скажем, это национальный театр, это национальный музей искусства, это Бэфовский дом культуры или замок культуры. Это земель блазма, это уникально, это для целого микрорайона. Первая больница приведена в порядок, вторая больница. Вторая ещё там надо вкладывать, но всё равно она сохранена, потому что по обе стороны Довгавы обязательно надо иметь травматологию. Это стопроцентно. А то была бы вообще какая-нибудь там автостоянка или супермаркет? Может быть. Может быть. Я не знаю, сколько можно делать в супермаркете, кто там покупает, если я вижу так много малоимущих людей по статистике департамента благосостояния, ведь там критерии определённые. То есть, конечно, Рига не развалена. И вообще-то мне даже было обидно, я тут одну рекламу слушала, где сказали, что то, что не украли, то не доделали. Вы знаете, я хочу сказать, что я ничего не украла, и то, что я делала, то я доделала. И поэтому когда такими… Каждый пускай отвечает за себя, да? Да, словами кидаться надо всё-таки подумать, на кого его, или конкретно говорить о кем-то, да, о ком-то. Но так просто сказать, это популизм. Но я понимаю, я долго в политике. Да, это правда. Не поощряю такое. Может быть, тогда одевайте наушники, у нас звоночки, попытаемся принять их. Да, добрый вечер, слушай вас. Ну, я пытаюсь отключить. Да, я нажимаю на эту кнопку. Да, ну, попытайтесь всё-таки тогда, перед тем, как нам звонить, всё-таки звук радиоприёмника отключить, потому что ничего, мы просто вас не слышим. 672-12-939, телефон прямого эфира. Вот ещё, может быть, возвращаясь к вашему заведению, которого вы руководите, я имею в виду Латвийский центр инфектологии, можно ли сказать, что это сейчас такая действительно современная больница, где сосредоточены и специалисты, и знания по всем инфекционным болезням актуальным? Надо сказать, что Центр инфекционного биологии в 2012 году присоединили к Восточной университетской больнице, и это один из пяти стационаров. И если смотреть ретроспективно, то, конечно, есть и хорошие, может быть, плохие стороны, но это был процесс, как бы, и вообще, по сути дела, это не является неправильным поступком, потому что в данный момент, когда мы, например, имеем 200 коек, а нам понадобится, может быть, ну, в какой-то момент, даже обычная эпидемия гриппа, у нас есть план, как мы будем поступать с тяжёлыми больными, и куда их... То есть, если нет места. А у нас есть и сауриши, и галлис, и онкологи. И всё в одной... То есть, это всё-таки управляется единым механизмом, правлением... Это удобно, да? Это фактически удобно. Также и научные работы, которые мы... Конечно, это прикладная наука, но, тем не менее, ей должны заниматься и защищать докторские диссертации. Да, в основном инфектологи, которые... Ведь инфекционная служба, она состоит из двух частей. Первое – это лечить инфекционные заразные болезни, из которых, кроме С-гепатита ВИЧ-инфекции, остальные все острые инфекции. Их распознать, диагностировать, дифференциальную диагностику и изолировать. Это и опасно для общества. Обязательно это опасно для общества. Но это фактически может врач, который имеет какой-то определённый опыт, который учился у врачей, которые это видели и имеют этот опыт. Конечно, они едут сегодня и в зарубежные страны. Но, надо сказать, Европа, вот эти, будучи в относительно хорошем состоянии по заразным болезням, ну, в какой-то мере забыла. Потому что в первый план выступили внутригоспитальные, то есть те болезни, которые инфекции, возбудители, которые человек там, я не знаю, оперирует, ну, жёстный пузырь, и если осложнение, то, может быть, внутри больницы получают какой-то микроб. Ну, например, кластридиум дефицит, очень красиво звучит, непонятно, но вызывает понос. Очень так просто. Вот этих пациентов после того переводят в Центре инфектологии. Вот в больших больницах есть инфектологи, которые консультируют пациентов, которые назначают обследование лабораторное при неясных температурах, скажем, назначают антимикробное лечение, но они не лечат острые инфекции. Это как раз ваше епархия. Да, это наше. И я думаю, что действительно это хорошо, что мы в одной больнице и разной специализацией, надо сказать, что инфектологи тоже. Я всегда говорю, коллеги, мы вообще врачи неотложной помощи. Так и есть. И мы должны быть готовы 24 часа, 7 дней. А есть молодые специалисты, приходят в профессию? Вы знаете, с резидентурой они выбирают, ну, у нас, во-первых, выделяют очень мало места. Последние годы 2-3 места ежегодно на инфектологию. Ну, в прошлом году на 2 места претендовали 7 человек. Но они могут выбрать учиться или в Страндинском университете, в резидентуре, или в Государственном университете. И интересно, что они выбирают тот путь, где более свободно. А почему они так делают? Потому что они могут тогда подрабатывать. Там такие правила кабинета министров, которые говорят, что в одной больнице не больше одной ставки, там дежурство в пределах резидентуры бесплатные. Им же как-то надо выживать. Ну, посчитайте, 19 лет плюс 6, 25, плюс еще 5 лет резидентуры. То есть у них семьи, дети. Они же должны как-то содержать это все. Но и жить, когда жить. Поэтому они выбирают легче путь. Но и какая-то часть, инфектологи нет, но другие специальности уезжают, потому что и в Германии, и в Швеции, ну, куда еще наши едут. Ну, бывает кто. В Италии, но это мало. В основном это Германия, если изучают немецкие. Там наши специалисты востребованы. Ой, ну, конечно. Они же в резидентуре получают, как врачи-резиденты, обучение и еще такую приличную зарплату. А потом, конечно, какая-то часть, может быть, кто-то и приедет, когда приобретет опыт. Но там их берут без проблем, да? Совершенно. И все оплачивается без проблем. Вот этим я очень горжусь, потому что я, как поступила в Рижский медицинский институт в 1973 году, так сразу после окончания, я стала после, ну, у нас там одногодовая такое обучение, два года надо было. Но я один кончила, и профессор Анатолий Федорович Блюгер меня взял в аспирантуру и на кафедру ассистентом. И так я всю жизнь фактически связала с Рижским Страдинским университетом, как нынче называется. То есть и вы ученик Анатолия Федоровича Блюгера? Да, совершенно ученица, и очень-очень горжусь этим. Он очень много учил не только инфекционные заболевания, но и жизненный опыт такой. И поэтому теперь, чем старше я становлюсь, тем больше я вспоминаю, что он говорил. И одно из таких... Он всегда заходил, когда работал уже в Бигурхалниме, которого не стало научным директором, и приезжал, и он говорит, ну, как дела? Я говорю, ну, у нас много ВИЧ-инфицированных, С-гепатита. Он говорит, ну, помни, всегда будут острые инфекции, потому что всё развивается циклично, да? Это природа, это взаимодействие микро- и макроорганизма. А мне он говорил, что обязательно будет вирусы мутировать. И мы ещё с этим столкнёмся. Вот как раз сегодня мы об этом говорили. О, как приятно, вы тоже с ним общались. Да, это точно. Профессор Байба Розентал у нас была в студии. Большое спасибо. Спасибо.